В исполнении Йозеса Будрайтиса прозвучал монолог неузнаваемого человека. Наш следующий лауреат удостоен премии за цикл телепрограмм. И по праву получит её сегодня в зале Царскосельского лицея в дни празднования его 200-летия. Но этот же самый человек 20 лет назад снял фильм, в котором поклонники Пушкина маршевиками ходят колоннами по улицам городов и скандируют стихи любимого поэта. Согласитесь, ситуация двусмысленная. И чтобы с честью выйти из этой двусмысленной ситуации, жюри попросило вручить премию подельнику нашего лауреата, автору сценария того самого знаменитого фильма «Бакенбарды», которого я с удовольствием приглашаю к микрофону. Вячеслав Лейкин. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот я полон всяких сложных и непредсказуемых даже чувств, которые тут же образуют свойства. Исходя из этих свойств, я сделаю маленькую, не знаю, маленький спич. А значит, вот что я хотел сказать. Сообщить, во-первых, что мы проживаем некоторым образом странное время. Ну, эти, например, чудовищные реформы образовательные, норовящие воспитать в человеке точечное сознание. Это, ну, я не знаю, мне неудобно говорить, но, тем не менее, это диковатая вседозволенность, особенно на телевидении, когда некоторые каналы содержимым своим напоминают обводный. Это, ну, перестали читать. Ну, вообще читают, но только какое-то специфическое бульварное чтиво. Закрываются понемножечку дома культуры, клубы. Носителями духовности постепенно становятся, основными носителями постепенно становятся футбольные фанаты. Вот. И вдруг, вот, ну, состояние, как вы понимаете, восприятие этого времени окружающего не очень-то радостное. И вдруг, вот, ровно в полночь, где-то с пятницы на субботу, собственно, как раз в то время, когда и должны происходить, происходят основные чудеса, на экране сотого канала появляется усталый человек с мудрыми глазами. Ну, скажем честно, не очень молодой человек, но, может быть, в этом его и еще одно дополнительное преимущество. И начинает говорить. Он говорит о славной нашей истории, нашего Отечества. Он говорит о музыке, о театрах, о художниках, о поэтах. Он говорит о сложнейших проблемах, которые волнуют наше общество. Публика звонит, то есть что-то такое голосует в эфире. То есть, ну, вот на моих глазах вот в течение этого года больше того, видимо, уже больше года. У меня впечатление, что эта передача всегда существовала. Ну, это не скромное мое впечатление такое. У меня сейчас с воображением трудности. И такое впечатление, что эта передача весьма и весьма популярна. Потому что что-то такое звонят за, что-то такое голосуют. Мамин, а мы с ним знакомы давно, он говорит мне, Лейкин, она не знает, что делать. Меня начали узнавать, меня снова начали узнавать в магазинах. Я говорю, слава богу, что не в кабаках. Он говорит, ты что, ты что. Вот. И вы знаете, вот в связи с этими обстоятельствами, я просто счастлив вот этой вот возможностью в этом славном своими просто превосходными, великими традициями зале, я счастлив вот вручить вот эту грамоту, это звание вот ведущему программы Дом культуры, что вот существует прекрасно, существует на 100-м канале, замечательному петербургскому режиссеру кино и театру Юрию Борисовичу Маймину. Вот. Юречка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам. Приветствую. Благодарю. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Никогда не могу избавиться от ощущения, что именно в этом зале Державин Пушкина приветил. Это меня немножечко всегда существует здесь и привносит такое волнение, когда я здесь нахожусь, то, что мне пришлось здесь представлять Ильейкина когда-то, представлять в прошлом году Филипенко, а сегодня представляют меня. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я должен сказать, что эта премия как-то сегодня идет в разрез с тем направлением, которые заняли средства массовой информации. Потому что последнее выступление нашего главного шефа по СМИ Константина Эрнста, который он дал на днях в Канне, там кинорынок, и он там выступил. Он рассказал о том, что такое сегодня русское телевидение российское и куда оно стремится. Он сказал довольно резкие вещи и парадоксальные. Может быть, немножко выпил до этого, и язык развязался. Но он сказал примерно такое, что сегодняшнее телевидение России, которое мы преследуем, это оно услужливо как проститутка, или как лаучник, который продает проститутка, особенно прозвучало хорошо. Но тем не менее оно пристально следит и вовлекает всех как спецназ. То есть телевидение – это сочетание проститутки со спецназом. Что-то жуткое, что вообще говоря, ну я не знаю, я вынесу, вероятно, в одном из ближайших выпусков на обсуждение, как считают наши уважаемые телезрители. Согласны ли они с таким положением? Наверное, это соответствует истине. Только он выдал правду, вот эту тайну. Причем самое интересное, когда я пытался посмотреть полное выступление, там написано, по желанию автора снято с телевидения полное выступление. Только, значит, прозитированы какие-то вещи. Видно, спохватился. Не то сказал. Это ему, наверное, дорого обойдется. Но, тем не менее, я вам должен сказать, что действительно, он сказал, что телевидение сегодня не храм и не способ для того, чтобы просвещать людей. Это нечто отхожее, как публичный дом, как он говорит. И в этом смысле мне особенно дорога передача. Да, сейчас мне стало понятно, почему не принимаются сатирические сценарии, почему есть такая проблема с тем, чтобы сделать кино для ума и сердца, как это было раньше, в 80-е и даже в первую половину 90-х годов. Изменилось время, изменились направления тех, кто осуществляет политику в СМИ. Ну что же, в данном случае для меня Дом культуры – это возможность продолжить диалог со зрителем. И раз он складывается, я доволен. Еще я более доволен, что сегодняшняя премия, которая дана в день 200-летия лицея, такой праздник замечательный, она вносит эту передачу в определенные приоритеты. Это очень важно, чтобы были приоритеты. Вот это ценно, оказывается, вопреки Константину Эрнсту, вопреки таким, как он, а их много, и они определяют во многом политику СМИ. Вот существует такое, и я полагаю, что Дом культуры, который все время сужается у нас до состояния какой-то одной маленькой комнатушки, начнет все-таки расширяться. И есть, наверное, отступать дальше некуда. Будем жить для того, чтобы расширить Дом культуры до вообще больших объемов, хотя бы до тех, которые мы упустили и которые мы потеряли с 80-х годов. А так, спасибо, поздравляю вас с этим праздником и желаю вам здоровья, и чтобы наша жизнь менялась именно в сторону культуры. Спасибо. У Юрия Борисовича есть уникальная способность произносить речи, которые потом целиком вырезаются из эфиров центральных каналов нашего телевидения. Фамилия нашего следующего лауреата в переводе с идиш звучит, как новый человек, новичок. Это несмотря на то, что всем своим творчеством он доказал, что он блестящий мастер переводов, поэзии, белетристики, эссеистики и даже публицистики. Достаточно вспомнить его заметки о процессе над Ходорковским. Но, тем не менее, все эти годы он сохраняет удивительно свежий взгляд новичка, нового человека и хулигана. Достаточно привести в пример две строчки из его перевода провансальской лирики. «Но чем я полностью задрочен, что в дом войдя насквозь промочен». Наш приз вручают поэт и композитор Александр Жуков и председатель Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов. Аплодисменты. Скажи, ну я могу сказать, к сожалению, он заболел, и вот вчера пришлось сдать его билет. Он глубоко сожалеет о том, что не удалось ему поехать. Ну и выражает, естественно, огромную благодарность за честь быть удостоенным Царскосельской премии. Я ему с удовольствием передам эту статуэтку и передам всю ту атмосферу, попытаюсь, которая существует сейчас здесь, в этом зале. Ну, кстати говоря, раз уж я начал говорить, я вспомнил, это Найман, помещай. У Юрия Михайловича Кублановского есть замечательное стихотворение, хорошее очень, оно так и называется «Поэт». Ну, я там все, естественно, не буду, но оно очень точно и хорошо характеризует Анатолия Генриховича. Сейчас, дай Бог памяти, то искусно молчит, это последняя страфа обылом, то презрительно тянется к нове, и высок иудейский излом, черной тенью изломаны брови. Хорошо. А я тогда передам премию. Толя, да? А я передам премию. Наверное. Вот. Ну, жалко, мне жалко, все люди замечательные, но мне как-то вот даже немножко жалко тех людей, которые не знают Наймана лично. Но стихи, наверное, многие знают, потому что, вы знаете, это один из учеников, любимых четырех учеников Ахматовой. И стихи, по-моему, вот в то время он лучше писал Иосифа Бродского, Рейна и Бобышева. Потому что стихи его я помню наизусть, но без его разрешения сейчас не прочту. Потом он был замечательным прозаиком, его вещи были очень популярны, скандально популярны. Его мемуары Ахматовой, по-моему, прелестны и самое точное, что написано. Потом был его роман, очень известный среди интеллигенции, Б.Б. и другие. И вот в этой роли я знаю, что Толя имел самый большой успех, который может иметь писатель. На французской ярмарке мы представляли эту книгу. Я вот рядом с ним сидел, и человек, который считал себя чудо-героем этого романа, бросился на сцену, чтобы с Толей подраться. Я их разнимал. То есть вот такого попадания больше не имел ни один автор. То есть Толя очень точно и безжалостно изобразил такую целую группу литературных паразитов. Ну а дальше еще за что мы его ценим, что он был секретарем Ахматовой и не просто подавал ей чай. Он очень большую культурную миссию сыграл. Понимаете? Вот когда, например, Ахсенов рассказывал, Василий Павлович, что он приехал к Ахматовой, стоял у забора смущенно. Когда на порог вышел Толя с Анной Андреевной, Анна Андреевна с Толей, она спросила у него, кто это, он что-то такое сказал, и Ахматова сказала, он может подойти. То есть Толя был таким мостиком между Серебряным веком и нашим веком. И этот мостик делался в обе стороны. И нам стал ближе, и мы как-то туда проникли. То есть вот это богатство без Толи не так бы хорошо нам досталось. И теперь Толя, вот жалко, что его нет, никак его не заметишь. Он такой красивый такой человек. Одно из главных его произведений – это он сам. Он выкручивается на такое поле какого-то изящества, какой-то игры. С ним нельзя говорить банальности. Он тут же себя уколет со своей шпагой. Он блистательный человек, с которым все поднимаются, с которым все становятся интереснее. Он создатель огромного культурного пространства. И вот с Александром Петровичем Жуковым, который его поздравлял, они каждый день рождения Ахматовой 22 июля проводят замечательный Ахматовский фестиваль в Комарово, возле ее дома, который Александр Петрович почадил. И вот, и все Комарова сбегается. Толя великолепен. Жалко, что его нет. Поприветствуем его. Ну, в том числе и картину, конечно, Анатолию Найману, в том числе и картину «Две мышаги». Ну а сейчас всех лауреатов и гостей приветствует актриса Полина Руновская. Полина, пожалуйста, микрофон. Добрый вечер. Я очень хочу поздравить вас с этим чудесным праздником и спеть одну песню, которая называется «Трава». Она была мной написана неподалеку от Царского села. В качестве аккомпанемента у меня будет бокал с водой. Так настойчиво он поет трава, Что заслушала душа моя. Тело на земле оставила и полетела. В облаках она купалась, В птичьей песне наряжалась, А внизу большие города И молчала, чем молчала. Субтитры создавал DimaTorzok Что засушала душа моя. Из уважения к этим часам переждем.